В игровой индустрии ничего не происходит, ютуб козёл. PlayStation 5 не куплю. Мне неинтересно в игру играть, если она вышла в него. О, Антон, ну. Ко мне в руки попало методичка. Нихер делать в Open World, если ты не Rockstar. Со шлюхой переспишь без гандона, у тебя член взрывается. Проплаченный PlayStation, расскажу об этом миру. В Твиттере особая прослойка людей сидит. Сколько ты еще? Ну что, всем привет, друзья. Некоторые, наверное, даже не ждали, но оно случилось. Мы наконец-таки пишем новый выпуск Different Things. У меня сегодня в гостях Антон Логвинов, человек, который, наверное, на ютубе не нуждается в представлениях. Зрители мои уже неоднократно писали еще в те времена, когда я там пять лет назад занимался этим подкастом. Это я вот так недавно реанимировал. Позови Антона, позови Антона. Ты позвал, я пришел делать, что хочешь со мной. И вопрос, наверное, сразу тебе задам тот же самый, что задавал Кузьменко. Регалии, вот эта игромания, все эти истории тебе не надоели в целом? По-прошлому это обычно разработчики, а обычные людей гораздо больше меня по ютубу знают, чем по игромании. Я сам думал когда-то, что у меня там много аудитории игромании. Не, на самом деле нет. Нужно понимать, что аудитория — это живой организм, у тебя постоянная убыль, прибыль, и тебе главное ее в плюсе держать. Ну, ютуб помогает еще с этим, особенно с уходом. С уходом, да, очень хорошо помогает, особенно последние годы. Мне кажется, знаешь, с ютубом сейчас такая же история, что с фейсбуком надо типа вваливать в рекламу, чтобы продвигать. Ну, или там ходить друг к другу в гости. Половина трафика — это тебя подписчикам показали каким-то. Избранным, да? Избранным, да. Если у тебя пулеметная лента летит, как у Вилса, например, и ты затрагиваешь там плюс-минус разные темы, ты постоянно по половинке цепляешь какого-то свежего народа, и этот народ переходит у тебя на другие ролики. Ты видел, пиздеж, я смеялся этого ютуба. Мы хотим, чтобы вы меньше выгорали. О, да. Мы проводим специальную встречу, объяснить, что такое бурнаут. У нас будут новые инструменты, которые позволят помогать возвращающимся авторам. Хуйня не работает. Почему? Потому что я каждый год выгораю, делаю паузу на 1-2 месяца, и я вижу, как в тартарары летит статистика моего канала. У меня в начале прошлого года всё было вообще в топах. Метро там за день 300 тысяч, за три дня 600. Летом мы ушли в отпуск, и что после этого... У тебя снова ролик, там, 50 тысяч человек смотрят. И ты снова должен разгонять эту машину. У тебя было в последнее время, там, не знаю, год-два, например, когда ты понимаешь, что ты, например, хотел бы, ну, чисто ты как раз с отпуска вернулся, только, блин, хочу сделать ролик, но на который потенциально всем насрать. Это никто не посмотрит, это только в минус пойдёт твоему каналу и алгоритмам, и ты такой, типа, в жопу это говно. У меня такое постоянно, но сейчас я стараюсь вот развивать другую парадигму. Хер сини с просмотрами, важны платные подписчики, и кора аудитория довольная. Я пытаюсь между двух этих вещей балансировать, когда я делаю контент, который реально мне интересен, и когда я делаю что-то своевременное, чтобы подпитывать канал. И это сложно балансировать, когда у тебя практически вот доходы сейчас вообще нет, их нету, считай. Сейчас этот контент держится за счёт, там, всяких штук типа Патреона, вот мыло запустило Бусти, то же самое, кстати, поддерживайте подкаст, все дела. Платные подписки на Ютубе, но тоже по большей части залупа, ну, вот на прямой партнёрке там 30% получается у тебя забирают, да, по идее? Один из первых каналов, по-моему, у тебя и у тогда ещё Гик ТВ, но у них именно премиум канал был. У них какой-то, да, контент платный. А вот именно платная подписка появилась. Да, да, да. У меня одного из первых она появилась, но мы стали номер один в России вообще среди всех каналов по платным подпискам. И это при том, что я это не пушил. То есть я так пару раз про это сказал, и ребята поддерживают, за что им огромное спасибо. И я чувствую, что мы на одной волне с аудиторией, и сейчас контент наберётся побольше платного, и я начну пушить. Всё равно денег нет, сколько бы ни было просмотров. Вот у Стопгейма сейчас есть просмотры, там, ну, они принадлежат, да, там, в рекламной сети, у них там всё хорошо с трафиком и так далее. Ну, ну, что, есть у них просмотры, а где деньги-то? Ну, только если какие-то вот эти вот спецпроекты и так далее. Это же я бы не был. Спецпроекты есть, всё равно копеечные. Всё равно нету бабла на рынке. Было слишком много левых просмотров, ну, реально много не тем людям показывали. Но также проблема в том, что сейчас вообще никому не показывают, кроме уже заинтересованной аудитории. То есть YouTube давит игры в том плане, что обычный человек, типа, не должен ими интересоваться. Самая большая проблема поисковиков, YouTube и вообще всех вот этих социальных сетей, алгоритмы построены так, чтобы показывать тебе больше того, чем ты и так интересуешься. Тебя нужно как-то классифицировать и отнести к таргету рекламному. Вот ты интересуешься играми, вот, блядь, геймер, будет тебе геймерскую рекламу. Ну, то есть, и, соответственно, канал тебе геймерский подкидывать, чтобы тебе показывать геймерскую рекламу. Всё. И ничего с этим не сделать, только законодательно. Забыл как раз сравнить, насколько YouTube сосёт во всех смыслах, потому что тут у меня писали анбокс делдаков, как бы это ни звучало. Что? Как раз выяснилось, сколько платить на Порнхабе за просмотр, за показы. 650 баксов за миллион. В несколько раз, получается, выше, чем на YouTube. Все идём на Порнхаб. Я буду делать обзоры, такие, а сзади будут голые тёлки. Подрочил, короче, на телочку, потом такой, о, Антон, ну. Я просто посмотреть. А, слушай, а прикинь, какая вирусная херня. Люди до конца ролика будут ждать, когда что-нибудь начнётся. А не начнётся. А вдруг начнётся? А может, и ролики по 45 минут, как в старой херня пройдут? Ладно, давай немножко тряхнём стариной. Тут недавно PlayStation 2 было до хера лет, два царика. Я считаю, что PS2 была намного слабее PS1. Не, PS1 вообще вон лов. Ну, просто по количеству крутейших игр. При этом PS2 — это определённо очень важный и самый важный технологический шаг. Но так же, как и в кино и везде, когда есть какой-то технологический шаг, контент страдает. Скачок был только в графоне в этом плане. Да, да, это самый важный скачок вообще в истории. Те пиксели, которые раньше мы там сидели и говорили, мам, пап, или там друзьям, смотри, охуенный персонаж. Вообще такая история, дебил. Мы вот так вот уже могли говорить, и они такие, о, да, крутой персонаж. Ну, люди стали похожи на людей. GTA 3, почему так бомбанул? Концептуальная же игра та же. Но вот тебе настоящий трёхмерный город. Реализм. Чувак, да, уже всё, мозг говорит. Это типа не херня какая-то, это типа похоже. А там ещё не голова говорящая, а тут действительно чувак тебе что-то рассказывает. Какие-то сцены, все дела, как в кино. Да, да, да. Фаренгейт, опять же, когда вышел, тогда было прям... Ну, тогда особо такого-то и не было. Тем более что-то настолько интерактивного, то есть, как бы, квесты были около. Ну, ты сейчас говоришь про фаренгейт, не вспоминаешь про МГС. То есть, я не знаю ни одной... Не-не, я про вариативность именно. Простая история. МГС 2, которому сколько сейчас? 20 лет будет. Он до сих пор нормально выглядит. Ну, то есть, это не стыдно выглядящая игра по графике. Так и третий. Так и первый, если откровенно, относительно. Нет, ну, первый сейчас... Он стильный всё равно. Он стильный, это другое. Второй, можно играть и не жмуриться. Там очень крутая режиссура, кстати, которой нет в современных играх. Выглядит круто до сих пор. И вот, это самый важный скачок. То, что у нас кинематографичные ролики появились. Что у нас появился там режиссура. Люди на людей стали. Похожи эффекты дождя и прочее. И это намного важнее для индустрии и для её развития, чем какие-то жанрообразующие истории. Жанрообразующие истории — это для гиков. PS2 показал миру, простым людям, что видеоигры — это круто. И тогда уже, ну, начались там разговоры какие-то там с Голливудом. Куча там режиссёров выросли, я уверен, в обнимку с видеоиграми. Именно с PS2, а не с PS1. Видеоигры из статуса, ну, такой нишевой истории начали... Ну, как, не нишевой всё-таки, когда у нас там сотни миллионов продаж, это не ниши. Ну, короче, ты понимаешь, в чём я. Это то, что они начали переходить границы. Границы интересов. Но PlayStation 3 и Xbox 360 — это как-то прокачали на твою взгляд? Да, конечно. И, кстати, не настолько сильно, как... Ну, разрыв не был такой большой. Он был, но это уже не настолько большое значение просто имело. Игры были крутыми, сейчас они просто ещё круче. И я надеюсь, что сейчас станут намного круче. Потому что вот, на самом деле, с последним поколением мы подзастряли из-за процессорной мощи. Но игры, по сути, не поменялись. PlayStation 3, PlayStation 4 — это с минус. Нет, если ты... Они, на самом деле, если вот взять, они очень сильно изменились. Не в той степени, в которой, наверное, мне хотелось бы. Выросли размеры миров, там, дальность прорисовки. Но физика, какие-то такие сложные конструкции, геймплейные не появились. Всё, мы на том состоянии, когда видеоигры уже выглядят... Ну, господи, игровые движки сейчас в кино уже применяются. Давайте уже двигать сами игры, геймплей. Вот с этим же самая большая сложность. Я надеюсь, что вот SSD-шники и нормальные, наконец, процы в новых консолях позволят нам двинуться вперёд. А вообще, конечно, я надеюсь, что облачный гейминг выведет это всё действительно на новый уровень. На этом поколении как раз это всё будет обкатываться? Ну, вот на ближайшем смысле... Всё, это последнее... Ну, как бы, понимаешь, когда, блин, один кто-то говорит, что это последнее поколение, ну, можно ещё как-то обсуждать. Но когда, типа, вся индустрия говорит, что это последнее поколение, ну, там, я, Ubisoft, там, все остальные... Ну, наверное, надо понимать, что люди что-то понимают. Потому что это и в плане удобства гораздо проще. Телек, провода, вот это всё... Не, ну, понимаешь, если это технически... Это должно умереть, так или иначе. Я думаю, что единственное, что будет тормозить этот херовый интернет в США, но они, я думаю, решат этот вопрос. Ну, 5G, может, поможет. Я не настолько в 5G верю, потому что он очень короткий по расстоянию. Скорее всего, нас ждёт гибридный 5G. Есть несколько технологий. Одни вот, ту, которая быстрая и всем нравится. Вот, она очень на коротком расстоянии работает. А есть более размашистая. И, ну, там скорости не сильно от LTE отличаются. Поэтому я думаю, что она будет называться 5G, но работать будет по-разному сильно в разных местах. Тот же самый Netflix при минимальном интернете показывает картинку сильно лучше, чем YouTube, там, все остальные, там, например, сервисы. Да, просто потому что тут у них крутой вот этот обжимщик. И, кстати, мы ждём, что Netflix на игровом поприще сделает, потому что они собираются заходить на этот рынок. У нас сейчас будет война, стадии, Амазона и Netflix. Ну, GFN, мне кажется, в этой ситуации будет просто... Мне кажется, типичная имиджевая фигня такая. Нет, не имиджевая, они будут просто под ключ продавать. Поэтому Nvidia также будет просто Origin, стриминг, просто он будет на мощностях Nvidia. Вот, сервисов всё больше, вот я даже на сервисы трачу сейчас 10 тысяч, ну, короче, там, минимум в месяц. Adobe, Herob, там, игровые подписки. Ну да, Adobe занимает половину. Ну да, 4 тысячи, но всё равно подписка, ну, в этом плане. Плюс там ещё там стримерские какие-то истории, на самом деле уже больше получают десятки. Сейчас всё обрастает этими сервисами, но хочется всё. То есть вот ты смотришь Netflix такой, круто, вышли какие-то там The Boys, например, такой, типа Amazon Prime, а больше там смотреть, например, особо-то и нечего. Да, конечно. Ну, я что-то себе ничего особо не заметил. Гран-тур, конечно же. Я вот не автолюбитель, я не угораю. Мне кажется, не нужно быть автолюбителем, чтобы любить Гран-тур. Великие просто люди. Вот Гран-тур анонсировали, я сразу, он ещё не вышел, я подписался, вот за это Безосу, пожалуйста, денежка заберите. Прям подписка даёт тебе быструю доставку на Амазоне. Притащили большие энциклопедии по финалке за 4 дня. Мне проще на Амазоне заказать то, что мне надо, мне через 2 дня доставят с Prime, чем заказывать в русском интернет-магазине. Ну, это же бред. У меня такое было, вот как раз там сзади тебя стоит компедиум по Dark Souls, только захожу в российский магазин, 5000, такой думаю, ну, чисто ради любопытства на Амазоне. 20 баксов, доставка 15. И подождать 3 дня вот этих, как бы, почему бы и нет. История очевидная. А если ты в Подмосковье, очевиднее, вдвойне, потому что тебе из московского интернет-магазина будет неделю идти, а с Амазона 2 дня. Ирония, что называется. Это вообще, да. Почему так холодно? Я прям замёрз. Я прям сижу, блядь, дрожу, ну ахуй. Жир-то не столько, сколько у тебя. Чё ты рассказываешь? Я не рассказываю. Сколько? Не важно, сколько я вешу, важно, у тебя жир, блядь, или мышцы. Я тут вон, когда это, колду обновил, такой, думаю, блин, наконец-то вышла игра, которая весит больше, чем я, заебись. PlayStation, вот сейчас вот на PlayStation 5 будут делать свой, условно говоря, как и наши чуваки думают, ответ Game Pass, он технически, это PlayStation уже давно как. Они делать то же самое, просто у нас не запустились, а функционал тот же, а блокад там уже работает и так далее. Battle Pass'ов и Full Price'ов каких-то будет ещё какое-то время продолжаться по одной простой причине, все будут считать деньги. Ну, мы с тобой не можем ответить на этот вопрос, я не могу ничего спрогнозировать, потому что я понимаю, что все остальные тоже не могут. У Microsoft'а Game Pass'а это исключительно пиар-история, которую они удобно используются, они спасают Xbox, они спасают имидж, они делают информационные поводы на мёртвой консоли. Ну, видел статистику, сейчас опубликовали. Что делают люди на Xbox'е? В игры они не играют, ну, в Call of Duty и в Fortnite играют, а всё остальное время Netflix, Hulu и всё. Ну, это смерть платформы. Зато Game Pass, именно, ну, например, там, для тех же самых наших игроков, крутая штука, потому что, ну, типа, ты не заплатил, и нифига всего. Да, пожалуйста, понимаешь, когда ты признаёшь в рамках большой компании, что у тебя, типа, платформа мёртвая, ну, вот давайте мы, как бы, сохраним лицо. Окей, а Ubisoft'а делают то же самое в тех же целях, думаешь, с их подпиской? У Ubisoft'а тоже это экспериментальная история, у них настолько игры похожи, что они все хорошие, они все похожи, и очень сложно, с каждым годом всё сложнее убеждать. Зачем играть в Ghost Recon, Breakpoints, после того, как ты только что поиграл в Division? Тот же Watch Dogs, мне кажется, вот, Legion сейчас, в принципе, не нужен. Я во второй ещё не доиграл, хотя мне очень понравился. Понял, согласно. Понимаешь, если бы он был в стриминге, я, кстати, в них бы играл. Пока установишь, уже заебался, да? Да, уже заебался. Я вот сегодня, думаю, перед отъездом в Москву поиграю в Doom, пока, короче, он скачал, поставил там всякие DirectX. Полчаса пытался вспомнить пароль от Bethesda.net. О чём люди думают? Ты играешь в игры Bethesda, ну, вот, когда они выходят? Это сингловая компания. Что-то я его активировал в 2018 году в последний раз, это Bethesda.net. Пока то да сё, но реально полчаса прошло. А у меня было всего полтора, чтобы поиграть перед выходом. Ну, это, по-моему, ужасно. Ну, то есть, этой херни всей не должно быть. Даже сейчас на консолях. Патчик скачай. Я так скучаю про эти времена, когда ты вообще не знал, что такое патчи. Нахер мне ваш контент. Я игры уже не... Ну, это, если хорошо, если прохожу до конца. Ну, реально, это проблема сейчас. Я говорю, игровая индустрия куда-то вот не туда. И благодаря вот этим всем мамкиным долбоёбам, которые кричали, что кинцо за 4... За сколько там тогда было? С тем курсом доллара. Две триста, да? Да, да, да. Что не куплю игру меньше 50 часов. Слушай, тот же Days Gone, но это утомительно. Утомительно, потому что нехер делать в Open World, если ты не Rockstar. Ну, реально. Слушай, я не начинаю Red Dead Redemption, потому что у меня нет 100 часов. Red Dead Redemption... Я знаю, что я буду задрачивать, что там каждого КВНа там разделываю, но я просто... Red Dead Redemption, мне кажется, стоит. Вот, в отличие от многого. Я просто отвлекусь, забуду, вернусь. Я такой, куда? Всё, я в этом плане ни одну GTA не прошёл, хотя наибал там 100+. У меня так произошло с Red Dead, я отвлёкся, и вот он у меня там на двух третях брошен, и я всё хочу допройти. Мне очень нравится. Я тоже очень много хочу игр допройти, но факт есть. Ой, кстати, спасибо вот этому году, потому что сейчас... Игр нет, можно Red Dead допройти. Можно Red Dead допройти, там у меня ещё Deus Ex не пройдено и так далее. Монгкайнд Девайден? Да, 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 я очень хочу. И Kingdom Come добить. Он как раз работать начал уже на консоли. Да, 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 ещё ладончики выходили, я теперь вообще очень хочу. В этом плане иногда хорошо играть сильно после, ну, либо возвращаться и заново начинать, либо там добивать. Я люблю играть до. У меня профессиональная деформация, мне неинтересно... Ну, кураж есть в этом какой-то. Да, мне неинтересно в игру играть, если она вышла в него. Ты сидишь такой, типа, вау, как-то всё круто, тра-ля-ля-ля, потом игра выходит, оказывается, что всё дерьмово, и она вообще кривая, ты такой читаешь, такой, зачем я играл в это дерьмо? Ну, я же утрирую. У меня ещё тоже дополнительная правда деформация, когда такой играешь в релиз, ты такой играешь, кайфово, прошёл, круто, сделал материал, здорово, а когда ты играешь уже на релизе такой, всё равно такой, так вот... Зачем мне это надо? Ты такой, типа, это уже никто не посмотрит, там, школьник Валера сделал, сказал обзором, и это уже, там, миллион собрало, меня уже никто не будет смотреть, пошло оно всё в жопу. Ну, это тоже, да. А я теперь просто с копом рассказываю про всё. Копится вот эта критическая масса, которую, ну, хочется как-то подать, да, я просто как дайджест просто делал, там, типа, вот я за последний месяц прошёл вот. Ну, потому что куча каких-то игр, за которые не надо делать большой обзор, всё равно никто не посмотрит. Это, кстати... Тот же вот Астрал Чейн, например, кстати, мы с тобой в одно время, по-моему, начали играть, ну, типа, кайфовая игрушка. Ну, охренеть, но на неё никто не посмотрит, да. И ты её не убедишь людей, что это реально охеренная игра? У меня шаг встал. Ты прошёл её? Я нет, я играл в неё один день в самолёте. Я летел из Таиланда, и у меня пылилась Nintendo Switch весь отпуск, я думал, поиграю, а не, ни хера, ни разу не запустил. Но на обратном пути у меня офигенное настроение, я такой лечу, я думаю, ну, дай попробую. И у меня, знаешь, такой дыш, как этот, блин, вот Metal Gear Rising, короче, такое же ощущение. Мурашки, стояк, такой просто, да. Мужская игра, реально. Switch окей, но вышла она не там, это факт. Она не играется в портативе, ну, так как должна. Вот я тебе говорю, график, типа, даже норм, я просто хочу в нормальном разрешении в неё поиграть. А если ты её в дек вставляешь, всё равно мутное говно на экране будет. Мне очень нравятся игры на Switch, это хорошая консоль, но Nintendo, блядь, где Pro-версия? Ну, реально, они, ну, жизнь за люди, они вместо того, чтобы сделать, типа, версию с поднятыми спеками и нормальным разрешением, они выпускают, блядь, маленькую. Я говорю, блядь. Я Switch перестал таскать, ну, из-за джейконов они люфтят, вот это всё. И, в принципе, у меня руки разваливаются, если я долго не играю, поэтому я себе взял Lite, к нему грипп, вот этот удобный, с ручками. И вот, типа, в таком формате меня Switch в портативе устраивает. Игры на ней нравятся, но апгрейдик нужен. Ну, реально, когда она выходила, окей. Ну, чтобы было конкурентоспособно в том числе. Да, тем более, что графон в их играх не нужен. И даже шарм есть какой-то, потому что там графон, как на PS2, в ней, в этом, фрикен, этом, Fire Emblem. А, когда я играл, там такой графон, что я такой, господи, я на PS2 играю, но это было так ностальгично. Ну, минимальное такое ощущение, что... Да, ну, это было так ностальгично, что круто. То есть, кстати, Fire Emblem офигенный тоже. Слушай, мне вот Luigi Manchin очень понравился, третий тоже. Супер ламповый. Я не поиграл. С супер ламповым. Она же тоже на двоих, да? Да не четверых даже можно. Четырых, да. Я помню, на Wii была офигенная. Первая часть там была, да. На 3DS была отличная. Ну, короче, третий, это вот прям ты такой её включаешь, и будто себя подходишь, кто-то и обнимает. Я, короче, блядь, сполз в итоге. В игровой индустрии ничего не происходит, YouTube козёл и так далее, и т.д. Надо что-то новое делать. В эту сторону мыслей, на самом деле, много идёт. Просто что-то я как-то не наберусь смелости что-нибудь поделать. Например? Ну, какой-то взрослый контент. Ну, в смысле, не порнуху снимать, а разговаривать на какие-то взрослые темы. Хорошо выстреливают вот последние инстаграмные высказывания на кухне, знаешь, бодуна. Чё, девчонки, ещё раз с 8 марта. А, пацаны, у меня к вам, блядь, серьёзный разговор. Я на этой неделе от нескольких девок, трёх, трёх, слышал, что вы охуели, парни. Что вы, блядь, разучились нормально ебаться. Мне лично очень понравилось, потому что очень смешно было. Ну, то есть, и девчонки активно обсуждали, и пацаны. Слушай, ну, вокруг тебя всё время такая забавная миметичность. Антон, что ведь написал, там, в чатиках уже скричётики появляются. Антону прислали League of Legends Artbook, такой, о, дрочь, короче, весь твиттер горит. Твиттер это вообще, вот, более, мне кажется, обиженной жизнью закомплексованных людей, чем в твиттере. Вот их нигде больше нету. В твиттере особая проснойка людей сидит. Но иногда они ламповые. И там нет столько токсиков, как мне кажется. Хотя, может, я просто их не встречаю. Там огромное количество токсиков и интровертов, и неуверенных в себе. Странная платформа, честно. Ну, не знаю. Может, мне так попадают. Может, они на меня нападают постоянно, поэтому... А какая платформа... Плюсует, да? Блин, я просто мало на кого подписан, наверное, поэтому говно не любят. Я ни на кого не подписан, просто... Я понял. Да, у меня просто ощущение вот от общения с людьми на этой платформе. То есть, понятно, я подписан на друзей своих только-то. А где сейчас вообще в целом уютнее, тебе кажется? Из всех платформ, например, просто... Инстаграм, самое классное. Нет, Инстаграм, кстати, в этом плане... Я даже думал такой, типа, они поделат ли что-то попробовать в Инстаграме. Тем более, когда они этот IGTV запустили. Вроде бы аудитория там есть, но мне кажется, это очень короткосессионная история. Мне кажется, Инстаграм, он не игровой, именно поэтому мне в нем уютно. Фейсбук даже свой стриминг этот сделали нахер никому не нужный, как казалось. Хотя у них там чуваки собирают дофига просмотров там некогда. Да, да, да. Я на одноклассниках тоже дохера просмотров. Да, я просто понимаю, на кого, зачем. Я тебя что-то не подумал. Надо мне попробовать в одноклассниках что-нибудь поделать. Там же возрастная аудитория. Вдруг там... О, оттоп! Ни хера себе! С МДК пробовали, ничего не получилось. Ничего не получилось. Слушай, ну Мэл часто стримил в МК. Может, там как раз это будет старая гвардия. Да, да, да. Такая сночка. О, смотри, пиздегу, на этом пацане мы смотрим. Ростливая. Смотря его обзора, в первый раз потрахал твою мамку. Бля, я не знаю. У меня была потрясающая история на одном из ивентов там как раз Nintendo. У меня подходит маленький мальчик, говорит, здравствуйте, извините. Можно с вами сфоткаться? Я такой, да, конечно. Только сейчас это папа подойдет. Там мужик такой подходит. Здравствуйте. Я тут просто смотрю, клево. Это тоже. Нет, на самом деле мне всегда очень нравится. Очень интересные люди обычно подходят. У меня классная аудитория, правда. Я вот чем доволен, так это своей аудиторией. Все время очень крутые люди подходят. Самое обидное, когда, знаешь, чуваки такие приходят, такие, там, здравствуйте, вот, типа, отлично, вот, делайте канал, так давно не смотрю. Такое тоже, значит. Я с пониманием, ну, то есть... Ну, у кого-то времени просто уже не остается, и все. Конечно, ну, реально. Я по себе знаю, что там, не знаю, я там друзья опять же смотрю. Поэтому, ну, если я не наберу вот какую-то серьезную цифру по платным подпискам, то можно, в принципе, прекращать этим заниматься. По одной простой причине, ну, молодежь, она там, у нее свои герои, а твои рано или поздно закончатся. Ну... Ну, мы с тобой уже староваты для основной массы Ютуба, так или иначе. Ну, это же нормально. Ну, то есть, либо надо реально уходить просто с игр и заниматься уже тем, что может заинтересовать широкий просто... Болитотой, хотя в том числе и какими-то общими темами. Ну, что интересно всем, потому что игры... Твоя аудитория уходит, ну, взрослеет, у нее меняются интересы, она еще, может, там играет в игры, но уже не так активно. Ну, у меня есть счастье, там, пласт определенной аудитории, которая в игры не играет, но до сих пор интересуется. Приходит посмотреть, такой круто, говорит, я не играю, у меня соники нет, ничего нет, но так, чисто просто. Не, я рад, что у меня дохера до сих пор играет, дофига, людей пишут, о, купил, посмотрел, купил, это важно. Я помню, один из немногих, кто тогда это, тебя прям хотел 100 лукасов влупить, когда все обсирали Infinite Warfare, а это охуительная игра. Я тут тоже несколько лет говорю, блядь, Infinite Warfare, но реально лучше за последние, сука, годы шутер вообще, в принципе. Идите играть, нет, херня, конвейер, конвейер, в рот себе, нос и конвейер. Да, у юбок, тупой, блядь. И просто, и чуваки покупали, и такие, а ебай, а руль, а гуня, типа, чё, а чё, а чё, а чё все молчали? Мне, чтобы ты понимал, до сих пор ее на роспись приносят. Прикольно. Почти на каждой сходке кто-нибудь. Но реально здорово сказать, что-то. Да, да, ну типа все приходят, говорят, ты единственный, кто сказал, типа, что заебись. Ну и с Battlefront'ом такая же история была. Ну вот сейчас с Battlefront'ом, да, прозрели, блядь, наконец. Слушай, ну в начале, вот лично, я первый очень любил, мне очень нравился первый, было круто, но второй, второй поначалу. Да ты просто так же, блядь, просрал себе мозг с Reddit'ом и всей этой хуйней. Слушай, камон. Эй, микротранзакции! Он вообще плевать. Завтраки отнимают. Не, это вообще плевать. Если игра окей, я в нее и бабок занесу. Игра, боже, ебись. Мне не понравился левел-дизайн, там половина планет, на которых были экшеном, я что-то как-то, ну эскадрилья, вот от нее прям шишка. Охуенная вообще. Я, собственно, и игра, ну слушай, если она на отдельную игру тянет. Абсолютно. Я в нее просто несколько дней играл. Ну вот это, Иф, Warzone, то же самое было практически, только у Star Wars кручу. Столько эмоций от космических битв я не получал лет 20, наверное. VR-миссию пробовал в прошлом Battlefront'е, кстати, которую по Rogue One они делали. Нет, не пробовал, кстати. Очень кайфово. Я зато кайфаном от Vader Immortal вообще погружение в Звездные Войны на 100%. Ну, у меня Oculus'а нет, не видал. Зря, зря. Пора в VR. Ты успел добыть себе этот Steam'овский шлем? Я и не собирался. Я единственное, что хочу, вот контроллеры, нельзя сказать, что это лучший шлем. Просто не OLED-экраны, а в VR OLED-не OLED очень важно. У того и у другого есть достоинства и недостатки, но когда у тебя OLED, ты, блин, ну у тебя черный настоящий. Естественно, когда ты сидишь в шлеме и у тебя не настоящий черный, а что-то светится, конечно, теряется эффект присутствия. Да, да, да. И нельзя сказать, что Valve Index это хорошая замена в Vive Pro. Контроллеры у них херовые, первая партия. У них левый, по-моему, после 50 часов ломался. Они их меняли. Сейчас вроде исправили, но все равно стремно покупать. Он стоит 60 тысяч, как бы, в России. И, скорее всего, это первая партия, сам понимаешь. Я пока лучше подожду. Half-Life Alyx никуда не денется. Нет, в Half-Life Alyx можно играть на чем угодно. Нет, ну чтобы ты его прям пощупать мог прям в прямом, сука, теперь смысле. А, ничего не изменится. Вообще пока полное отслеживание пальчиков, я знаю, необходим только в одной игре. Это тренажер пианино. Слушай, я уже жду игру от Порнхаба под эти контроллеры. У меня всегда было непонятное отношение ко всем виртуальным вот этим сексам. Ну это какая-то хуйня. Я имею в виду игры. Ну то есть Порнуха, понятно, а игры я не понимаю. Слушай, ну из игр, ну типа, не знаю. На рандоусе знакомкой было в некотором плане прикольно. Ну это, знаешь, прикольно, это было прикольно, как, типа, собрался весь класс. Похихикать, похихикать, да. Ну мы так в нее играли. То есть сидело 7 человек там, вот, пацанов и такие, о, давай, это убери. Вот так вот. Помню, была игрушка, это Seven Sins, может быть, помнишь, что она в этом плане была такая забавная. Вот в Ларе я никогда не врубался. В Seven Sins, когда там, типа, тебе нужно было 7 грехов, типа, совершить, и в конце ты должен бы там кого-то трахнуть, условно говоря. В Seven Sins не помню, прикинь. А Ларе помню. Когда со шлюхой переспишь, без гандона, у тебя член взрывается. Это в первом Ларе было. Поучительно, кстати. Поучительно, я такой, ну какая игра. Не знаю, в целом, кстати, у тебя из VR-игр что-то пробовал, что вот больше всего прям, вау, круто. В это действительно можно играть и возвращаться. Робоколм, Лолнека, Вейдер Мортал. Резик 7, нет? Резик 7 я не стал в VR играть, потому что страшно. На PSVR как бы уже все, но устарело. То есть, на самом деле, неизвестно, сделано Sony хорошо или плохо для VR-рынка со своим шлемом. Возможно, стоило... Ну, продажи у него типа окей. А у него лучшие продажи, 5,5 миллионов, по-моему. Но у Oculus сейчас тоже хорошо, то есть уже больше 2 миллионов квеста. Самое крутое с VR-рынком, то, что он живой, там типа как один пользователь больше 6 продуктов покупает. А это, просто чтобы вы понимали, на PlayStation в среднем 1-2 игры человек покупает. Ну, хотя бы по 2000, если дальше читать, это уже серьезно. То есть, мы все говорим про великие продажи консолей, но реальность в том, что ее покупают, и она там с FIFA лежит. И может быть одним инфоспидом, мертвым грузом у большинства тех, кто ее купил. Это именно поэтому я надеюсь, что стриминг может изменить эту историю. На самом деле, тоже вот это, типа, а, купил ради FIFA и другие игры не смотрю. Ну, тоже бред какой-то. Ну, стриминг ты имеешь в виду именно не только в плане купила, но и в плане именно сервисной истории с подпиской, да? Да, да, да. Потому что это как раз, мне кажется, что еще поможет расширить горизонты чувака. Игровой индустрии, да. Но проблема в том, что с подпиской как-то нужно это все окупать. Ну, с точки зрения держателя, да? Да, конечно. Не очень понятно, как в будущем, если при подписочной модели разработчики будут зарабатывать, они будут на издевении. Сейчас же сильно зависит, понимаешь, от того, сделаешь ты крутую игру, сколько у тебя royalty будет, как ты договоришься с создателем. Хорошо, Microsoft выкинули герсы, но герсы это их карманная игра. А как вот все эти, понимаешь, все сложности же, это придумать модель, когда этот пирог как-то там... Ну, Microsoft сейчас три пути. Либо ты отдаешь свою игру как промоушен, то есть перед новой игрой, там соседа старого раздают, чеки поиграли, я его пойду куплю, типа, условно. Ну, свои игры-то понятно, это не считаем. Вот. Система royalty, которая хер пойми, как у них считается, по данным, которые у меня были на тот год, чуваки, с которыми я работал, говорили, что количество запусков и время. То есть выгодно, чтобы к твоей игре возвращались люди. Ну, это ужасно. Вот. То есть это либо ты делаешь тройчину, либо часто патчи с контентами делаешь. Ну, либо просто вот как они метро просто зашли с бабками и, собственно, отдали бабок метро и запустили. Ну, ужасно. Ты когда делаешь, типа, искусство, кино снимаешь, у тебя того, насколько ты хорошо его снимешь и насколько хорошо оно пройдет, зависит твое финансовое благополучие. Ну, то есть, опять же, либо на твою подписочную платформу приходят только крутаны, и инди там появляются только бесплатно, которые нахер никому не нужны, они ничего не заработают. Кто? Ты не слышал, как стадия сказала? Что у нас инди не инди? Ну да. Что это? Нам неинтересно. Слушай, ну, с одной стороны, я их вообще понимаю, потому что, ну, блин, сейчас в Индии выходит столько, ну, то есть на одну тысячу говна может быть что-то хорошее. Ну, тратить мощности на это? Зачем? Это бесполезно, абсолютно. Будем смотреть, как они будут читать. Не хочу, ну, вот реально бесполезный разговор, они сами не знают. Они бегают по офису и сами пытаются выяснить, что же лучше это. Да, как это будет работать. И понятно, что вот это поколение уйдет на то, чтобы выяснить. Но пользователи, все равно, мне кажется, подписочный сервис, это звучит как сделка мечты. Стопудово. Просто есть люди, которые все новое не приемлют, и это понятно. Как-то в магазине проти пробочку. Ой, да, а что делать, когда сервера отключат? Я, знаешь, такой, мне этот чувак очередной написал, вы отдаете свою свободу, там еще что-то. Я говорю, любая свобода у тебя заканчивается там, где заканчивается электричество, как бы. Это тебя просто отрубает, у тебя ничего нету. О чем все условно в этом мире. Диски превращаются в говно, так или иначе, там срок службы не такой большой. Да, да, я думаю, что если сейчас... Картриджи те же самые, там уже у ретро-игры, там все небольшая проблема. Я люблю физические копии, но я понимаю, что... Ну, это просто коробочку, у тебя лежит, тебе приятно ее открыть, закрыть, и пойду цифру скачаю, да. Вот у меня был случай, хочу в Demon's Souls поиграть. Смотрю на диск такой, в плюсе же раздали, скачаю. Потому что удобнее, возвращаться к игре удобнее, там не бегать, вот там собирай там, либо с друзей, кому что-то отдал. Удобно, когда еще и качать не надо будет. Вот это... Это факт. Я пробовал, все нормально работает. Меня волнуют пиксели. Меня вот JFN.RU вообще не устраивает. Вообще 10.8, мне надо, чтобы было 8.8К, уезжатая до 4. И все идеально, четко, красиво. Input lag я переживу. Даже на мобильниках. И сидят вот это, дрочат вот эти шутеры мобильные. Как-то же они соревнуются, там и денежные призы есть, и целая комьюнити. Когда все в одинаковых условиях, нет никакой проблемы. Это даже в PS3 игры, там, Хиллзон второй. Такой input lag в Red Dead Redemption. В понятной причине им нужно сделать эту красивую анимацию физическую. Им гораздо важнее, как это выглядит, а не какой там input lag. Input lag где там? В файтингах. Файтинги терпимо. В файтингах, смотри, в файтингах терпимо, в рейсингах переживут, в мультиплеерных шутерах. Ну и то, опять же, в равных условиях уравниловка спасет. Меня больше завораживают перспективы. То есть то, что в игру очень легко начать играть. Наконец-то у тебя нет геморроя, то что ты две недели не включал консоль, приходишь, там все, блядь, час проходит, прежде чем ты сможешь поиграть. Это же да, это же по нефе, это абсолютно всю историю с патчами. С читерами, с патчами и с игровыми мирами маленькими. Это будет новый, кстати, челлендж для разработчиков. Начать думать по-новому, как делать интересный геймплей на большое количество игроков. Потому что у нас были же и маг на 256 игроков. Да, и мяч был. Вот, но другие... Но он сегментированный был, он типа технически тебя немножко наебывал, но факт-факт, да. У меня есть друг, который выбил... Платину. Платину в магии, и это считается самой ультимативной платиной вообще чуть ли не в истории. Там же, там прям... Типа, если ты приходишь в какую-то серьезную организацию игровую, говоришь, что у тебя в магии, все такие сразу... Ну, наш чувак, джедовый. И сразу на вы, и сразу на вы. Не, а MyG в этом плане была лютая задротская, очень клевая. Первая вообще игра, которую я купил в цифре. И я такой, думаю, ничего себе, вот эта технология. И прошла буквально неделя, и тогда вот blackout у PlayStation Network случился. Вспомнили, а игра-то во многом, там, направление Battlefield развития задумала. Вот кому удивите то, что сегодня это вот... Да, да, да. Сокомовцы, по-моему, делали? Ну, у Sony, в принципе, много таких историй. Слушай, драйв вообще закрыли опять на хера. Ну, типа, есть он и есть, классно, причем, ну, мне нравится больше многих. А, лицензии на тачке. Ну, надо было как бы та херачить себя как говно. И там, не знаю, вместо Ferrari, там, кони-пони написать, и нормально все. Evolution была, конечно, крутая студия, которую заставили заниматься не тем, чем им хотелось. Но они потом сделали этот OnRush, который был близок к MotorStorm, но вот что-то... Кстати, я бы сейчас поиграл бы в современную версию MotorStorm. Короче, про сервис будут площадки типа YouTube и Twitch, которые станут витринами для игр. По-моему, кусок для всей игровой индустрии, потому что это, наконец-таки, стирание границ между основной аудиторией. Конечно, не факт, что игровая индустрия от этого будет лучше. Последний раз, когда сюда пришли массы, у нас мы получили вот эти бесконечные открытые миры. Туповатые игры. Неумелые. Да, игры-сервисы. А почему? Потому что пользователь тупой проголосовал рублем. Скоро игроки могут, там, обижаться, там, плакать о прошлых деньках и клевых играх и жадных... Сколько сейчас клонов Destiny уже вышло и выйдет. Даже Avengers сейчас, по сути, Destiny. Мне так нравится, когда Destiny выходил, я говорю, всё, это революционная игра, типа, все сейчас будут вот это делать. И все такие, да дебил, вот хуйня, блядь. Это Borderlands, да? Да, 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 Borderlands. Я говорю, ага, сейчас. Все говорят, что ты дурак, потом проходит несколько лет, всё именно так, как ты говорил. Простые люди, они, конечно, нихера не понимают в индустрии и не будут никакой понимать. А им и не нужно, но это по-хорошему. Получается история, что вроде не нужно, но при этом, блядь, они постоянно про это говорят. А ещё такой проводишь, подсознательно аналогии, а, наверное, так же и с политикой. Типа, мы сидим, кудахтуем тут про коронавирус, там, митинги и всё остальное. А чуваки уже всё знают. Миллион вариантов посчитали, то есть у них очень другие проблемы, и всё, на самом деле, по-другому. У нас коронавирус уже закончился, у нас следующая проблема. Знаешь, что? Е3 отменили, в смысле Е3. А, в нашей реальности Е3 ещё существует. В принципе, хорошо. То, что мне рассказывали мои друзья, которые работают в определённых местах. Так оно и есть тоже. Нам говорят одно, им говорят другое, начальство знает третье. Ну, короче, вот так вот. Вот только в играх это ещё приправляется офигительными инсайдерами, типа ребят, которые на ютубе как раз... Я тоже иногда смотрю ютубчик, а чуваки... Так, я выяснил, что все обзоры положительной God of War проплачены PlayStation. Расскажу об этом миру. Шедевральное размолочение. Голосом 13-летнего школьника выпускает видео. Ко мне в руки попала методичка, по которой делаются все обзоры. А там ревью-гайд. Какой же ты дебил. Тема про цифровой аутизм, которую я застал... Ну, то есть для меня, я, с сожалению, на это смотрю. Типа пропащище какое-то поколение растёт у реально тупых людей. Я понимаю, что я ничего с этим сделать не могу. Я не хочу ничего. И уже, наверное, не хочу. Печально от этого. Ну, то есть я всегда, наоборот, типа хотел... Пропозитив. Ну, Игорь, это в принципе пропозитив. Ну, в последние годы, мне кажется, что... Очень много негатива вокруг этой движухи. Ну, да. Это грустно. Даже сейчас вот тот же самый Horizon на ПК. Ну, с одной стороны, такой, ну, круто, чуваки поиграют в классную игру. PlayStation 5 не куплюсь, пидор, тварь, говно. Это, на самом деле, задевает разработчиков. С Балду, с Гетчо произошло. По D&D, по шаговую игру сделали, суки. Я общался с ребятами, там все очень расстроены. И Свен расстроен. Надо деньги как-то зарабатывать, отбивать и делать лучшую RPG, которую они делали. Слушай, ну, что-что, но мне кажется, Ларин со своим подходом вполне могут. Да, они сделают отличную игру. Я даже, может, в нее играть не буду, потому что она пошаговая именно. Но это не значит, что она плохая, потому что, ну, Original Sin тоже, блин, пошаговая. В нее куда-то фига народ играли и кричат, что это лучшая игра. У меня, может быть, не будет времени играть в Baldur's Gate 3, но я-то понимаю, что это офигенная игра. У меня куча друзей, фанаты, вот они берут одну такую игру и весь год ее ковыряют. Ну, как вот, видимо, там 400 часов драчивают, чуваки, да, нормальная тема. Каких настроений, чуваки, как раз-таки из CD Projekt'а сейчас, они такие делают Cyberpunk, который все ждут. И вот, мне кажется, вот у них прям вот чем лучше лист, тем все ту же и ту же очко, потому что там столько же будет говна вот этих неоправданных ожиданий бесконечных. Хотя игра, я думаю, будет норм. Непонятно, с чего неоправданных, потому что я, например, до сих пор не понимаю, чего ждать. Я думаю, что это будет такой Deus Ex в GTA стиле, чуть более простой, я уверен, чем Deus Ex. Ну, пока, потому что Deus Ex там мало локаций, но они очень все сложные и прочее. Она густая такая, да. Да, я думаю, что здесь пожиже будет. Да и сам, я думаю, открытый мир, он такой достаточно условный должен получиться. Я тоже думаю, будет очень условный и думаю, что очень сюжетное будет. Прямо, может быть, даже больше, чем Ведьмак. Неоправданные ожидания. Постоянно вот вижу вот эту вот херню в интернете, каждый раз я такой думал, блин. Мне кажется, люди много стали слишком ждать, а не наслаждаться. Нет, мне кажется, они просто тупые стали. Я тоже так раньше думал. Ну, то есть, если тебе что-то не нравится, тебя все равно расстраивает, что ты этого ждешь? Ну, вот правда. Я прям не люблю про это уже говорить. Ценно то, что сейчас, если человек может слушать и понимать, что ты говоришь, иногда комментарии читаешь, такой, господи, ты вообще пытался понять, что значат эти слова. О чем ты говоришь? Трансляция написана. Call of Duty, там, не знаю, PS4 Pro. Да, что за игра? Что за игра, на чем играет? И ты такой, блядь, серьезно? Ну, то есть, как? Это печально, это печально. Нужно уже пройти это. Это уже, я переживал пару лет назад, тройку. Нет, так проблема в том, что мы с тобой, получается, креаторы, которые должны учитывать и вот этих господ по-хорошему. По-хорошему я, нужно просто уже переставать быть креаторами или делать быть исключительно платными креаторами. Ну, слушай, ты на этом тоже не зарабатываешь. Ну, на это жить пока что, да, тяжеловато. Ну, и что для тебя нового? Вот есть для меня PlayStation Plus, который стабильно 200 тысяч собирает. Такой, заебись. Делаешь лучшие передачи, да? Делаешь что-нибудь такое прикольное? Сделал ролик про PlayStation 2. Cool Story рассказал без этой всей химии. Никому-то нахуй не нужен. Слушай, кстати, по поводу платных подписок. С каким числом тебе было бы комфортно на YouTube именно? 5 тысяч по среднему касту, там, 250, да? Когда у меня будет инкам в 5000 сабов, у меня будет уже студия и на зарплате народ. Локальный прям? Да, конечно. Никогда нет такого, что ты получаешь больше денег, и наладишь их себе в карман. Нет, почти все ты реинвестируешь всегда в любом бизнесе. Если ты не фрилансер, как бы... Слушай, да, кому-то фрилансер опять же. Компу купи, все купи, так что так или иначе. Чуваки, контент на YouTube, ну, он бесплатный. Низвод только не берется. Нет, он бесплатный до поры до времени. Ты сколько именно на YouTube, на свой личный канал, там, около 10 тоже лет, да, где-то делаешь, я думаю? Около того. 8. 8. Я 10, но я там начинал со смехуёчков, словно про PSP-игры. В те времена, когда ты на кураже, и тебе дают легко, и тебя там, не знаю, кормят, поют, либо плюс работа какая-то есть, это типа всё нормально, это можно как хобби делать. А сейчас вот часто там тоже нам приходят, я говорю, чуваки, типа вот платные подписки, близик, там, донаты, там тоже как бы это всё окей, потому что чем этого больше, тем я, например, не смонтирую там трейлер, не потрачу две недели на трейлер, а я сделаю за две недели там три-четыре видео, которые интересны там core аудитории. — Проблема одна, и там, и там, и там, это деньги. В игровой индустрии нет денег. Все рекордные цифры, которые там говорят, у нас рынок вырос, это мобиночки и фри-то-плей. Если мы говорим про классический гейминг, то он умирает, а мы работаем именно на эту аудиторию. Те, кто играет в Call of Duty Mobile, нахуй не нужны игровые журналисты и вообще каналы YouTube про игры. Те, кто играет в GTA, они смотрят, как Warpatch там орётся со своими друзьями, всё. А мы про другое. Издатели нас не поддерживают. — Кстати, про издатели. — Аудитория. — У тебя бывали наверняка спецпроекты какие-то? — Да, но их уже и с каждым годом всё меньше, меньше, меньше. И в этом году, по-моему, ни у кого их нет, потому что игр нету, которых бюджеты бы несли. — И то, как правило, тут ещё какая логика работает, что там... — Не, логика очень простая, типа... — Лучше зайти к Вилсе, например, с игрой, чем к тебе и ко мне, потому что мы типа и так сделаем, наша аудитория и так в курсе. — То, что я там делаю, оно дороже не то, что там всего, что в России делается, а почти большая, наверное, часть контента, который делается на Западе. Ну, в плане того, как это выглядит. — То есть у нас все привыкли делать за три копейки, и типа, ну, есть, есть. — И говно, да. И, как бы, никто не задумывается, что это всё труд. — Никто не затрачивает контент просто. — И, конечно. — Нет, никто нельзя сказать единицы. — А мне неинтересно делать херовый контент. Я не могу делать херовый. — Я, например, просто по себе знаю, что, типа, мне говорят, «Да делай ты проще всем насрать». Я говорю, да, я знаю, что если бы я сел, сделал на вебку, собрал бы столько же, блядь, просмотров, сколько я сидел там, вот, втрачивал. Все думают, что тебе заносят деньги за хвалебный отзыв. Это же не так работает. Это ты приходишь к издателю и говоришь, «Блин, мне ваша нравится игра, давайте мы понятие замутим». И дальше вы начинаете обсуждать. Ты предлагаешь идею, и они говорят, «Нет, ну это не одобрят». Нет, бывает обзор, вот, железнящики, знаешь, вот я не понимаю. — Ну, это железнящики. — Ребята, у вас, блин, новый ноутбук. Вам надо просто рассказать, что вышел такой прикольный ноутбук, все ноутбуки примерно одинаковые. Зачем делать про него отдельный обзор? — Никто его не посмотрит, во-первых. Пускай идет преролл в середине, интеграция, еще что-то. Он говорит, «Нет, нам штаб-квартира сказала, должен быть обзор». Вот сидишь, делаешь обзор. И в этом нет ничего плохого. Ноутбук же классный, они все одинаковые. Ну, реально. — Реклама тоже поменяется, я больше не уверен. — Я надеюсь. И при этом, ну, когда ты делаешь, ну, пытаешься какую-то рекламу взять, они еще, суки, умудряются говорить, «Ах ты, сука, что-то рекламируешь». А ты думаешь, как по концу с концами свести. Это несправедливая система, она убивает создателей. Ютуб это понимает, именно поэтому он сделал спонсорские подписки. — Слушай, но тут есть справедливое одно замечание. Ну, то есть, если ты чувак, который смотрит до хера кого, как бы дороговато смотреть в этом плане до хера кого. — Хороший контент будет платный, говно будет бесплатное. Будет разница. — То есть, что говна становится больше, так или иначе. — Да, и пускай. Ну, и под конец, как и в прошлый раз, небольшой гик-портрет. Вот интересно даже. Мы с тобой уже много раз всякое старое обсуждали. Хочу, чтобы ты рассказал про игру, кино и книгу. Любимое что-то такое. И из недавнего что тебя прям сильно впечатлило. Ну, давай из игр, например. Слишком много всего в моей жизни было, чтобы что-то выделять. Но я придумал в играх ответ себе, что это Shenmue, MGS и Deus Ex. Мои любимые игры. Ну, конечно, это неправда. Их гораздо больше. Я же не могу сказать, что Uncharted — это не моя любимая игра. Одна из. Last of Us тоже. Просто они не были уже настолько... Я был уже достаточно взрослый, чтобы они настолько на меня повлияли и настолько изменили мое мнение, возможно, об играх. А из недавнего? Что прям впечатлило? Ты такой, блин, вот это круто, да. На самом деле, VR. Но это опять, это не потому, что это типа искусство большое, игры. А это неважно. А потому, что это новое ощущение. Это же про эмоции все-таки. Не, Robo Recall, знаешь, это просто тир, да. Но ты в нем так потеешь и такой он крутой. Что-то как снова в Drag Wars, как будто играешь в первый раз. Resident. Ace Combat. Ace Combat, блин, сюда еду. Постоянный саундтрек весь играет. Я прям переживаю все миссии заново. По музыке всегда можно понять, что игра охуенная. То есть, когда у тебя в плеере постоянно треки из игры играют, значит, она удалась. Даже если там что-то не до конца хорошо было. Я вот Rising катаю постоянно. Rising, да, и вообще это... I'm my own master now. Вот это. У меня просто всегда стартовая песня, когда я в Камар сажусь такой. В прошлом году что-то прям много всего. Ну, Death Stranding. Death Stranding, как тебе сказать, он настолько особняком, вот он вообще... Он случился. Он не вышел, он случился. Он случился, да. Ну, то есть он Кодзиму не вернул на... Вот там педестал, недосягаемый для всех остальных. Ну, и не сказать, что, типа, это незамеченная игра. Нет. Ну, типа, вот как-то, знаешь, такое ощущение, что все-все-все ждали, все шумели, а исторического значения, типа, нету. Ну. Сейчас потухла, потухла вся эта история. Да, да. Ну, то есть, понимаешь, да, когда МГС выходил, вы еще там все годы в следующие. От МГСа до МГСа жили. А сейчас этого нету. Нет такого цитирования. Да, да, да. Но, с другой стороны, коронавирус случился, есть такие, а, Кодзима гений. И, знаешь, такой, типа, реально курьер-герой там. Все предвидел. Как знал. Да, да, да. Но, кстати, кроме шуток, считаю Кодзиму главным фантастом. Таким фантастом-прогнозистом современности. Ну, он реально всех книжных авторов, мне кажется, уделывает. Ну, вот его игры были самыми точными вообще. Вот за какую тему он не брался. Ну, все сбылось. Кстати, вот если брать, Ace Combat одна из самых дорогих мне игры вообще, если так вот, в прошлом году. И на сериал или последний? Ну, и сериал, и последний. Ну, то есть я имею в виду, что я ее вспоминаю. Она настолько отличается от всего, что выходит, типа, в современной игровой индустрии, что я там чуть ли не каждую миссию помню. Знаешь, это как... Прям нетипичная. Да, она настолько сейчас, по сравнению со всей остальной индустрией, сегодня она супер нетипичная. И поэтому она как вот охраненный опыт. Ты ее помнишь, там, каждую миссию вообще. Я такой, вау. Rage, Rage тоже был отличный. Наконец-то сделали, типа, шутер, который вроде современный и прочее, но он такой же задорный, как вот шутер должен быть, как Kimball Bulletstorm, например. Я не понимаю, почему такие игры проваливаются. Rage же тоже провалился, да, по-моему? И Bulletstorm провалился. Секера еще был. Секера был. Вот, но это я не стал, я устал уже. Офигенная игра. Мне, на самом деле, больше всего понравилось всех фром-софтверовских. Но я уже устал от такого. Я очень рад, что японские игры уже в который год подряд возвращаются. И я понимаю, что... Ну, Capcom сейчас вообще красавчики. В них гораздо приятнее играть, чем в западные, которые стали сервисами. Знаешь как? Западные игры стали про сервис и про толерастию, как любят говорить. А японские игры просто выходят и кайфовы. А японские игры, они остались вообще ровно такими же, какими были, поэтому они крутые. Объективизация на месте, там шутки про черных на месте. А японцам похуй просто. Ну, реально, они живут там. Ну, не купишь, не купишь. И нахуй. И нахуй, да. С фирмами «Паразиты», «Форд против Феррари», «Майкл Бэй», естественно. «Андеграунд 6». «Андеграунд 6», да. Я что-то настолько соскучился по Бэю, что я когда включил, я охуел. Ну, то есть, когда у тебя дом кинотеатр, и там вот, типа, 7-1 ебашит, и вот это все... И взрывы каждые 5 минут по колдауну. От любого касания. Вообще, вот просто. Что-то, черкаш был, все, сразу взрыв, короче. Просто от всего. Его сложно назвать, типа, крутым, прям, шедевр реальным фильмом, но то, что это... Зрелище было годное. Было годное зрелище, да. И еще в прошлом году было, что чего не стыдно. «Джокер». «Джокер», конечно, конечно, конечно. Нет, «Джокер» — это вообще лучший фильм года, на мой взгляд. На «Джокере» становил погружение, которого я в кино уже давно не испытывал. Там прям саспенс вообще был огонь. Кино оживает. И все меньше режиссеров это умеют, и это печально. А по книжкам читаешь? Или времени уже нет? Слушай, я слушаю, но что-то отметить не могу. Я сейчас нечего понимал последнее, что слушал Шекли. А так, по молодости? «Хайнлайн», «Железный», «Гипсон». По «Гаррисону» не угорал? По «Крысе» ты имеешь в виду? Слушай, она была в детстве для меня слишком сложна. То есть, типа, я знал, что это охеренная фантастика, но я был настолько маленький, когда я пытался ее читать, что я ничего не понимал. Ну и, типа, меня не цепляло. А «Хайнлайн» вот очень даже мне понятен был всегда. Я вот прям жду, что кто-нибудь когда-нибудь додумается либо снять, либо игру сделать по «Крысе». Сюжет там, блин, реально очень прикольный. Причем сейчас тоже весьма такой, можно сказать, молодежный, не стареющий, но Гаррисон перед смертью сказал так, никаких фильмов, идите нахер. Посмотрим, как там его уже себе распорядиться с этим всем мероприятием, но, блин, странно, что его идеи до сих пор как-то особо не появляются. Печально, да. По «Хайнлайну» вот все ждут. Давно купили права на «Звездного двойника», на «Дамолстар». И что-то никак не экранизируют. Много раз новости были. Час экранизируют «Дамолстар». И никто так не сделал. В целом, я не отказываюсь от истории с книжками. Реально непонятно в большинстве случаев, зачем их читать, если можно в них играть. Но сейчас есть хороший заменитель. Да, я согласен, что немножко разные деятельности для мозга это. И я вот понимаю, что современные игры, которые такие кинематографичные, они немножко не то тебе дают. Вот я сейчас играл в несколько изометрических игр подряд и вспомнил вот это прекрасное ощущение, когда ты одновременно и книжку читаешь, и в игру играешь. В JRPG это хорошо работало. И в JRPG, особенно когда не были озвучены персонажи. А с книжками, с книжками предпочитаю считать те, которые нельзя экранизировать. В этом плане у меня любимый футурологический конгресс с Леммом. Звучит круто. Ну что, спасибо. Опа. Уболтал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»